Пескоразбрасыватели, грейдеры и самосвалы. 9 единиц техники за 34 миллиона рублей. В комбинате по благоустройству такого пополнения не было давно. Правда, на общем количестве машин это особо не отразилось. Пока еще не списывали, но однозначно будем списывать, потому что у нас есть машины с 50-х годов. Сами понимаете, что держать человека, ГСМ, платить заработную плату, проще, проще. Тогда и что-то списать, что-то новое, более эффективное. 2-3 единицы спишем. До конца года город закупит еще 3 автогрейдера на такую же сумму. Теперь главное, чтобы погода не подвела, как прошлой зимой. Полгода назад аномальные осадки завалили город. Техники не хватало. Миллионы рублей ушли на аренду машин. Это должно убираться все вовремя. Было же сказано, что вся техника у вас готова, а где кто? Никто ничего не убирает? Комбинат, конечно, был готов, я вам еще раз говорю. Все 17 единиц наших пескоразбрасывателей, они все на ходу. Чиновники обращались за помощью горожанам, но неблагодарные жители не захотели взять лопаты в руки бесплатно. А тех, кто взял, мэрия сама же оштрафовала. Хорошо, хоть весна подоспела вовремя, а то неизвестно, чем бы закончилась вся эта история. Ну вот, получается, вот эту трубочку мы будем пускать в коллектора. Новой техникой сегодня похвастал не только комбинат. Гордость водоканала вот эта лаборатория на колесах. С ее помощью можно осматривать трубы изнутри, без рытья котлованов. Судя по количеству аварий, прошлой зимой эта машина пригодится не раз. В этом году у нас, как никогда, много новой техники. Даже мы, водоканал, 4 новых единицы техники, которые мы купили. Мы готовы в рамках тех средств, которые у нас есть. Делали ремонты, закупили оборудование. Для сравнения, в соседнем Иркутске в спецтехнике в 6 раз больше спасут ли Улан-Удэ многомиллионные обновы, по традиции покажет зима. Впрочем, если что, недорогие, но надежные спецсредства всегда придут на помощь. Их навряд ли спишут, а если что, и докупить недолго. Мы, естественно, справимся. Другой вопрос, что если вы думаете, что снега не будет, мы в Сибири живем. Да, мы-то так не думаем. Снег в любом случае будет. В любом случае будет. Где-то гололед. Но для этого и наша служба существует, чтобы работать.